Невеста Иисуса Христа Я приезжаю, на самом деле, приезжаю как домой, хотя живу в Новосибирске, мне не сложно приехать и на молитвенное собрание, и были моменты, когда я на ячейку приезжал, как бы на команду, да? Вот, слава Богу. Хорошо, хорошо, время, 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 к сожалению, так оно быстро идет. Аллилуйя! Жив Господь? Вы готовы? Я буду проповедовать сегодня, знаете о чем? Именно о церкви, как о невесте, и об Иисусе, как о женихе. Каковы мы, в принципе, и являемся? Мужчины. Невеста Иисуса Христа. Иисус Христос является нашим женихом. И я хочу вам сказать послание Ефесянам, 5 глава, 25 стих. Вчера на бракосочетании Юрий читал это местописание, и я подкрыточку подписывал Александру Сирину, тоже это местописание. И хочу начать именно с этого местописания. Мужья. Скажи, мужчина, это я. Это ко мне слово. Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть, Песченное Писание конкретно говорит, что Иисус Христос является нашим мужем, нашим женихом, а мы, как именно невеста. И много раз в Евангелиях написано, что будут поститься, например, когда жених от них уйдет. Понимаете? То есть, Иисус Христос здесь именно выражается, как именно наш жених. И одна из метафоров Нового Завета, обозначающая церковь, Христос изображается как муж. А церковь, как его невеста. И обращаясь к коринской церкви, апостол Павел утверждает, что он отдал церковь, верить, обручил церковь Христу. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 2-3 стих, говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою Девою». Представьте себе, да? Апостол Павел пишет Коринфянской церкви. Мы знаем все эту Коринфянскую церковь, какова она есть, да, или какова она была, да. И тем не менее, да, он говорит, вы обручены. Я обручил вас Иисусу Христу, чтобы вы были чисты и непреткновенные. Правда же, да? Вот. И сегодня я хочу говорить именно о обручении или как о помолвке. Вот. Помолвка отличается от обручения тем, что обручение, оно обязательно производится именно в церкви со священнослужителем. А помолвка, помолвка, да, она может просто приехать, например, мужчина, вернее, парень, да, приехать к своей невесте, да, с родителями. И просто как бы вот именно о такой помолвке я сейчас и хочу говорить. Аминь. И вот какое мы, как бы, значение передаем вот слову вот этой помолвки. Мы знаем, что в церкви, когда мальчик и девочка или парень и девушка, да, они, значит, хотят дружить. Вот они приходят к пастору, они говорят, да, как говорится, ну, мы хотим, как говорится, создать семью. Вот. И пастор говорит, ну, слава Богу, хорошо, давайте мы назначим время помолвки, да, и все такое прочее. И в церкви как бы это помолвляется. На самом деле это, как говорится, как обручение, потому что это происходит в церкви, да. Но когда ты приходишь домой, то это именно помолвка. И там есть определенный порядок помолвки. И сегодня я именно буду говорить об этом в свете Священного Писания. Как Писание согласуется именно с помолвкой. Смотрите, с чего начинается помолвка? Ну, естественно же, с выбора невесты. Молодые люди, есть тут незамужние еще? Есть. Есть еще неженатые? Тоже есть. И, в принципе, это слово сегодня ко всем. Вот. То есть, начинается именно с выбора невесты. Но в еврейской традиции невесту выбирал отец жениха. Понимаете? В еврейской традиции невесту выбирал отец жениха. Он определял, кто же будет женой его сына. И, естественно же, каждый отец... Ну, это мы не будем сейчас говорить о тех, да, выборах, когда цари там выбирали по каким-то там своим... Как? Ну, да. Вот. А мы именно сейчас говорим об отце, который заинтересован, чтобы у его сына была хорошая жена, которая будет любить, ценить, заботиться, уважать, почитать. И, естественно же, ну, ее жених или ее муж тоже самое это делать будут, да. Вот. И вот смотрите, я беру местописание, хотя я хочу сказать, что именно вот это слово, которое я сейчас буду говорить, оно не совсем мое. Лет, наверное, больше десяти назад я просто как бы листал интернет и нашел такую передачу, как «Еврейский взгляд». И там вот именно рассказывали именно о еврейских традициях помолвки. И мне это очень сильно понравилось. И я это взял. И я решил сегодня поделиться вот именно вот этими вещами здесь с вами. И вот смотрите, книга «Бытие», 24 глава. Вы помните, да, что Авраам выбирал невесту своему сыну Исааку, да. Он взял раба, которого доверял, да, который был его как бы старшим над всеми рабами, как я понимаю, да. И он подошел, говорит, положи свою руку, мне подстегну, и клянись, что ты не возьмешь моему сыну невесту откуда-то из другого места, да, а именно пойдешь в мою землю, откуда я родом, да, и там найдешь мне невесту моему сыну и приведешь его, понимаете, да. То есть Авраам, он доверял Богу, что Бог приведет именно ту невесту, которая необходима для его сына. И вот 10 стих говорится. «И взял раб из верблюдов господина своего, 10 верблюдов, и пошел. В руках у него были также священные сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И в этот раб он знал Господа. Он знал Господа Авраама, потому что он молился потом Богу. Он сказал, Господи Божий, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом». Понимаете, да? То есть раб, который знает Господа, он тоже обращается к Богу, и он говорит, пошли мне ту девушку сегодня именно, которую ты предназначил для моего хозяина Авраама, для его сына. И 15 стих говорит. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милка, жены Нахора, брата Авраамова, и кусил ее на плечи ее». И интересно, помните, когда он говорил, что если женщина, которую я, девушке, которой я скажу, подай мне воды, и она скажет, хорошо, господин, я тебе еще и врага, верблюдом твоим начерпаю, да? И так оно и произошло. Ревека, она это и сказала, она, говорит, напоила Авраама и начерпала верблюдом. И отсюда раб как бы узнал, что это именно та девушка, которая предназначена для сына его господина. Понимаете, да? То есть здесь именно доверие Богу. И заметьте, они друг друга еще не видели. И у молодых людей не было вот этих вот в глазах мурашек, звездочек. Когда ты, там, прикасается жених к этой девушке, да, ее все прям, вот, знаете, да, этого ничего не было. И евреи, именно, они относили этот момент, что любовь, она приходит, как бы, вернее, не вот эти мурашки, да, а именно, когда ты берешь невесту в жены, да, и жена выходит замуж, здесь вот наступает ответственность, как мужа, так и жены. Это посвящение своему партнеру, либо жене, либо мужу. Когда они не переделывают друг друга. Помните, может быть, фильм, такой интересный фильм новогодний, да, обычно его на Новый год каждый год показывают, да, с легким паром. Помните, да? Вот, когда этот Мягков просыпается и говорит, ну, вот, мама говорит, ну, как вот я вот женюсь, да, вот я утром проснусь, и она вот вся вот такая вот, вот не тиши перед этими глазами, то носки где там, то еще чего-нибудь. Понимаете, да? И евреи, они очень строго следили за этими вещами, и они учили своих детей быть посвященным друг другу. Понимаете? Хорошо, пойдем дальше. Как это согласуется с Новым Заветом? Евангелие от Иоанна 15, глава 16 стих. Большинство из вас знает. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал, для чего и дабы чего не попросите у отца, во имя мое он дал вам. Все еврейские традиции, которые, они написаны в Библии, когда мы их лучше знаем, понимаем, да, нам больше открывается Ветхий Завет и Новый Завет. Мы видим, что очень сильно похожи многие вещи в еврейской традиции, потому что они соответствуют священному писанию. Понимаете, да? И вот, как же происходит помолвка? Папа вместе с сыном приходит в дом к невесте. Они только сейчас встречаются друг с другом. Они друг на год смотрят, они какое-то время общаются, и если они друг другу нравятся, то в этот же день у них назначается, объявляется помолвка. И еще раз хочу сказать, что это не мурашки, это не звездочки и бабочки в глазах, это не какой-то трепет, это выбор. Я женат уже 37 лет на моей жене, и я четко знаю, что любовь – это посвящение, отношение – это необходимо нам дорожить. И по секрету... Нет, не буду это говорить. Один на один-то подойдет, я скажу. Аллилуйя! Итак, папа вместе с сыном приходит в дом невести. И если дети друг другу нравятся, а им объявляется именно помолвка. И помолвка, она начинается с бокалок и душ. Там выпивается плод лозы виноградной, либо вино, да, и произнесся определенная молитва благословения, и дарится подарок. Ну, обычно это кольцо, обучальное кольцо, да, как бы кольцо дарит. Когда просит руки, да, то дарится кольцо, и выпивается этот бокалки душ. И это также она откликается с Новым Заветом. Иван, Голиа, Матфея, 26 глава. Вы каждую неделю, каждое воскресенье вы принимаете причастие. И в тот момент, я прочитаю, и когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив, преломил и раздал, раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу, и благодарив, подал им, и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая воострение грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего. И вот этот кедуш, там специальный такой бокал, предназначенный именно для таких вещей, для каких-то праздничных событий, которые выпивали себе определенное количество вина или сока наливалось, и выпивали, произнося молитвы. И больше жених с невестой не пили вот именно вот этого кедуш до тех пор, пока они не станут под хупой. Хупа – это вот, как вчера молодые люди настояли, вот эта вот арка, это называется по-еврейски как бы хупа. И они вчера принимали причастие. Понимаете? Именно вот вот этот момент, он и наступает. Об этом Иисус Христос и говорит, что я пока не буду пить до тех пор, пока не приду и не заберу свою невесту. И в Царстве Отца Нашего мы это будем делать. Понимаете? И здесь своего рода произошла помолвка Иисуса Христа и жениха. Иисус – жених, ученики – невеста. И после кедуш они считались помолвленными. Помолвка у евреев длилась целый год. И очень часто, очень часто, когда помолвленные люди, они были помолвлены, и это у них как бы сравнивалось на уровне, что если, например, в течение этого года муж или невеста вдруг уйдут из этой жизни, то либо тот, либо другой официально назывались вдовцом или вдовицей. Понимаете, насколько серьезно они относились. И вот они уходили на год. они могли этот год не видеться вообще. И у каждого из них была задача. Определенная задача, которую в течение года они должны были сделать. И послание Иоанна… Так, немножко сбежал вперед. Жених уходил для чего? Как вы думаете? Для того, чтобы готовить дом, куда он приведет свою кого? Невесту, да. Он уходил готовить дом. И в течение года он занимался строительством, он подготавливал место для того, чтобы привезти свою невесту в это место жилища. И Евангелие от Иоанна 400, глава 3-й стих мы с вами читаем. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтобы вы были там, где я. И мы с вами сегодня ожидаем Иисуса Христа, правда же? Мы являемся невестой Иисуса Христа. И мы сегодня также должны делать определенные дела в ожидании Иисуса Христа. Мы с вами сейчас сказали, что жерех уходил заниматься строительством, зарабатыванием, может быть, каких-то денег, да, или еще чего-нибудь. Но он именно делал, и он не видел свою жену. И он, когда делал, строил дом, вполне возможно, что он мечтал, как вот здесь вот будет спальня, здесь вот будет гостиная, здесь вот будет детская, здесь вот будет то-то, 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 да-то. Распределял, сколько там детей у них будет бегать, как это все будет происходить. Жених был занят, он работал, понимаете? А что же делала невеста? А? Не понял? Приданное готовило. Приданное готовило. Интересно, что же делала невеста? Это правда, на самом деле, что же делала невеста? Целый год, готовясь к своему жениху. Давайте мы с вами пойдем в Ветхий Завет, в книгу Исфирь. Наверное, догадались, да? Вторая глава книги Исфирь, с 12 по 13 стих. Когда наступало время каждой девице входить к царю Артурсевцу, после того, как в течение 12 месяцев выполнена была на днею все определенная женщина, ибо столько времени продолжались одни притирания их, 6 месяцев мировым маслом, 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими, тогда девица входила, когда девица входила к царю. И что бы она не потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Интересное местописание, да? Вы знаете, кто читает книгу Исфирь, если не читали, начните читать. Очень интересная книга, очень много поучительных для молодых людей, да? Вот, и смотрите, девушки были взяты, и они в течение года притерялись 6 месяцев одни в составом и 6 месяцев другим составом. Знаете, я как бы работаю такси, катаю, очень часто девушки садятся ко мне, да, и я очень часто нюхаю их аромат. Понимаете, да? И я всегда говорю, особенно, когда мне нравится аромат, я говорю, какие у вас приятные духи. как приятно от вас пахнет. Понимаете, да? Это на самом деле, это очень приятно. И девушки эти, они готовились для чего? Чтобы встретиться со своим женихом. Это очень важные вещи. И знаете, мне всегда, когда я читал это местописание, вот эти вот стихи, да, когда девица входила к царю, чего бы она не потребовала, ей давали для выхода из женского дома в дом царя. И там написано, что Исфирь, когда пошла, она не взяла ничего, кроме того, что ей посоветовал Гегай, то есть Евнух царский, да? Я смотрел греческий язык, греческий перевод у меня есть там такой, да, и там написано, что как бы, Господь, дай мне памяти, она у меня хорошая, ум Христов, да, там написано, что она не взяла ничего, вообще, понимаете, да? Она пошла к нему, вернее, она не взяла ничего, не потребовала, кроме того, что посоветовал ей вот именно Гегай, да, по-моему, так, немножко я забыл, но суть, смотрите, в чем заключается, я размышлял, что же такое она взяла, ничего не написано, что она взяла, но именно то, что она взяла, сыграло большую роль в том, что она очень сильно понравилась своему, ну, время царю Артаксесу, что же она взяла? И знаете, что я еще отметил? Давайте я еще прочитаю этот стих. Тогда девица входила, чего бы не потребовали, ей давали все для выхода из дома, женского в дом царя. То есть, женщина, которая шла к царю, она уже просила что-то такое, что она возьмет с собой, когда, если царь ее не примет. То есть, эта девушка, которая входила, она уже заранее обрекала себя на провал, понимаете, о чем я говорю? Она заранее уже готовилась, что ее не примут, и поэтому она что-то просила, какие-то вещи, которые ей могли полюбиться в тот момент. И она шла. Ну, естественно, она познала то, что она пожила. А Эсфирь ничего не взяла, но все-таки что-то же она взяла по совету. Да? Смотрите, втирались ароматы. И я предполагаю, что впереди всего Эсфирь она взяла эти ароматы с собой, чтобы всегда нравится Артарксирцу. Она взяла, возможно, светильник с этими ароматами, чтобы, когда, войдя к нему, этот аромат сопровождал ее в ее спальню к Артарксирцу. Понимаете? И она уже именно не готовила к себя к выходу. Она готовила себя, что она там останется. Церковь Божья. Готовили мы себя сегодня к тому, что Иисус Христос не отвердит нас, что мы придем к Нему. Что мы сегодня с вами берем? Берем ли мы эти ароматы, которые нравятся Иисусу? Я исследовал вот эти вот в Библии, да, там написано, что Бог сказал Аврааму, уверяя этому, Моисею приготовить определенный состав, который будет благоухать для Отца Небесного. Помните, да, там есть такой жертвенник в воскурении, и он сказал, что вот такие, 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 такие вещи ты должен взять, все это смешать ежедневно, чтобы священник, он посыпал вот именно вот этот жертвенник, и никто из людей не должен был употреблять для себя эти ароматы, понимаете? Это принадлежит только Богу. И вот Исфир, вернее всего, что она именно взяла то, что необходимо для царя. Ведь она была еврейка, и она знала эти условия, она знала все это, хотя она росла и в плену, но Мордахей, дядя ее, который заботился о ней, я думаю, что он говорил ей, правда же? Итак, стирались ароматы. Как это соответствует Священному Писанию? Сегодня, по-моему, было уже это принесено. Второе послание к христианам, 2 глава, 14 по 16 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет на нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание в спасаемых и в погибающих. И там есть также слова для одних запах живительный на жизнь, для других смертоносный на смерть. И я думаю, что именно мы, как церковь, мы благоухаем не только для Христа, но мы вот этот аромат несем в мир. И люди, которые вдыхают этот аромат, подошел по человеку, помолился, благословил, засвидетельствовал для него. Это твой аромат живительный для него, а для бесов губительный. Понимаете? Ваше это помазание, это вера, это сила. Для одних это жизнь, для других это смерть. Для человека, который еще не верит в Иисуса Христа, этот аромат, он несет ему жизнь, он несет ему здоровье, он несет ему спасение, от того бесу, который пытается его наоборот, как говорится, удержать от этого для него смерть. Понимаете? Мы распространяем именно Божье слово, Божьи ароматы. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Евангелие от Ирана, 12 глава, 3 стих. Бори же, взяв фут нартового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими, и Дон наполнился благоуханием от мира. И из всех этих мест писаний, я прихожу к выводу, да, к выводу, что эсфирь, она именно взяла ароматы и пошла к Артасевску с полной решенностью остаться там и быть царицей. Аминь? Поэтому верьте твердо, вы Христовы, вы Христово благоухание, вы невеста Иисуса Христа. На этой ноте я хочу сейчас засвидетельствовать. Прошлый понедельник я с моей женой и другим пастором мы ездили в город Купино и там нашли церковь, вернее, Сергей нашел церковь и он предложил нам как бы съездить туда 180 километров от Краснозерка, это от города, от Новосибирска 500 километров. И мы приехали в этот город, город, он дали там, ну, статус вроде как гордый имеет, ну, это такой районный центр, да, и там церковь возрождения есть, да, и там сестра, женщина такая прям горящая, и там пришли люди в понедельник. К сожалению, не сильно много пришло, четыре человека, да, но я там служил именно об исцелении говорил, и молился за людей, и там было прям проявлено конкретная Божья сила, я Юрию, он высылал видео, да, то есть женщина пришла, у нее руки тряслись, ноги болели, и после того, как она случила, ну, была молитва, да, она прям засвидетельствовала, боли ушли, руки не трясутся, ноги не болят, я попросил ее, чтобы она прошлась, да, она так шустренько так поднялась, так шустренько проселась, шустренько уселась, как говорится, да, понимая, то есть Бог разъявляет благоухание, свое благоухание, и потом мы, оказывается, узнали, что это пасторша, женщина, да, она пастор там, да, она, она слушала Карри Блейка, она училась в библейском институте владычества, но два года уже, как бы, остыло, никого там нету, никто не приезжает, и они ни под какой церковью сейчас, и не знают, где чего, никто к ним не ездит, понимаете, и мы тут нарисовались с учением Карри Блейка, и она мне потом пишет, говорит, я, говорит, вздохнула, я, говорит, вдохновилась я вашим свидетельством, вашим словом, чтобы, как бы, я снова поверила в исцеление, она до этого ходила, молилась за людей, а потом руки опустились, почему это произошло, да, потому что аромат, Божий аромат, который есть у нас, мы даем это людям, понимаете, да, тех, у которых руки уже опустились, она служит на все, у нее дом милоседия, она служит и им, там, да, мужчинам, вот, а вот именно вот этого, как раз она получила, через то, что вы приехали, аллилуйя, мы сейчас хотим общаться с ней, да, вот, итак, братья, сестры, мы живем, церковь драгоценная, невеста, мы живем сегодня в ожидании нашего Господа, я не буду сейчас говорить о десяти, притчу о десяти девах, понимаете, да, что пять разумных, пять неразумных, дай Бог, чтобы мы были разумными, дай Бог, чтобы мы никогда не бегали к продавцам покупать, потому что помазание, оно не продается, оно один раз дано и никогда не убирается, просто нужно жить на это и взгревать это, друзья мои, аллилуйя, но смотрите, жених ушел, невеста готовит себя, и для того, чтобы невеста была в сохранности, жених оставлял своего лучшего друга, которому он доверял, с невестой, этот друг в течение этого года, он смотрел за невестой, он помогал ей, и он рассказывал ей о женихе самые лучшие качества, этот друг, его задача была влюбить невесту своего жениха, он рассказывал его, рискнули бы вы сегодня, а вот в то время у евреев должен быть такой друг, которому они доверяли, и у этого жениха должны были быть такие уже поступки, о которых в течение всего года друг жениха должен был ей рассказывать, с одной только мыслью, не влюбить в себя, а влюбить в жениха, аллилуйя, как же относится с Новым Заветом, я думаю, что вы догадались уже, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 16 стих, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Дух Святый учит нас, напоминает нам о Иисусе Христе, Дух Святой это лучший Друг Иисуса Христа, это именно то, и сегодня Юра, он проповедует и говорит об этом, я смотрел прошлые проповеди, я почти каждые проповеди посмотрю ваши, да, и я просто, знаете, я понимаю то, что Юра говорит, потому что я пережил эти вещи, особенно тогда, когда я только покаялся, я был крещен Духом Святым, я не умел много сильно и красиво как-то там говорить или молиться, у меня несколько слов всего было, но каждое утро, с шести, вернее, с четырех утра до шести я молился на иных языках, я просто закрывался, и я молился на иных языках, понимаете, и каждый вечер с одиннадцати до двенадцати либо с десяти до одиннадцати я опять закрывался и я молился на языках, и в течение дня, в котором я жил, работал, я тоже молился на иных языках, и именно только это, я думаю, что помогло мне состояться тем, кем я состоялся, понимаете, потому что Библия говорит, что молясь на иных языках, Дух мой, он что, он укрепляется, он наседается, он сохраняется, и Дух Святой, он открывает Писание, он влюбляет нас в Иисуса Христа, это самый лучший друг, и друг Иисуса, и естественно же, наш друг, и куда бы мы ни пошли, чтобы мы не делали, Дух Святой заинтересован в том, чтобы мы сохранили себя в непорочности, сохранили себя в чистоте, сохранили себя в святости, аллилуйя, кто наша праведность? Иисус Христос. Кто наша святость? Иисус Христос. Кто наше освящение? Иисус Христос. Кто забрал наши грехи? Иисус Христос. Кто забрал немощи и болезни? Иисус Христос. Представьте себе, сколько величий открывает Дух Святой нам сегодня с вами через Священное Писание, когда мы читаем Священное Писание с Духом Святым, размышляя и молясь. Многие люди читают Библию без Духа Божьего. Они пытаются исследовать что-то, и в оконцовке либо они ожесточаются, либо наоборот склоняют свои колени и говорят, прости, Господь, я заблуждался, Библия – это истина. Аминь? Слабый аминь. Аминь? Аминь. Аллилуйя. Жив Господь. Аллилуйя. Итак, Дух Святой учит, напоминает об Иисусе. Дух Святой – это лучший друг Иисуса Христа и наш друг. Аминь. Проходит год. Проходит год. И знаете, мы примерно понимаем, помолвка длилась год. Например, декабрь по декабрь. Год прошел, вот он, декабрь. Но никто не знает, когда придет жених. Если бы жених устанавливал это время, он бы в 1 декабря пришел. Он бы не ждал. 31, правда же, Саша? Да? Он бы как быстро, как быстро, я хочу быть с любимой. И это нормально. Но отец определяет время. Почему? Потому что он смотрит, готов ли его сын. Готов ли его дом. Готов ли сам сын привезти. Как он жил этот год? Как он строил? Как он все планировал? Понимаете, да? И когда отец увидит, что сын готов, он говорит, сынок, завтра идем за твоей невестой. Завтра мы приходим. И невеста должна быть готова. И опять же, я приведу пример о десяти девах. Пять мудрых, которые готовили, у них было это масло, светильники их горели, и пять неразумных. И я могу сказать, что разумные и неразумные, или по-другому сказать, служащие, или не служащие. Понимаете, да? Это Писание говорит. Аллилуйя. Задача невесты. Она должна быть готова и днем, и ночью. Потому что жених мог прийти в любой час. Хоть в полночь, хоть под утро, хоть ночью, хоть утром. И только отец именно определяет, когда прийти. И Матфея 24 глава, 42 стих говорит. Итак, бодрствуйте, потому что не знайте, в который час Господь наш придет. А когда Он придет, Откровение 19 глава 7 стих. Возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брат Агнца, и жена его приготовила себя. Церковь. Готовы ли мы сегодня? Да. Мы готовим себя. Мы стараемся готовить себя. Мы стараемся иметь обращение и отношение с Отцом Небесным, с Иисусом Христом, с Духом Святым. Мы стремимся к этому. Мы проповедуем Евангелие. Мы распространяем с собой благоухание, познание о Христе. И знаете, что евреи, они понимали, что семья – это как прообраз отношения Бога к своему народу. Маленький себе нужно было попытаться показать, как же Бог относится к своему народу, и как народ относится к своему Богу. Под скриптом я заканчиваю. Я, слава Богу, вместился. Немножко, может быть, очень быстро, потому что у меня там были другие мысли, но, слава Богу. Под скриптом. Невеста со времени помолвки, она зажигала свечу и ставила ее на окне, чтобы все видели, что здесь уже помолвлена невеста. И когда кто-то, какой-то отец ищет своему сыну, невесту, и он говорит, вот в том-то доме есть девушка. Она хорошая, красивая, с таном, красивая лицом, она мудрая, она оттуда любивая, она делает то-то, 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 и поду-ка я к ней, к отцу. И он подходит к этому дому и сможет, а в окно горит свеча. И он понимает, что он уже опоздал. Друзья мои, Иисус Христос сказал нам, что светильник не ставят под койку, не ставят его ни под какой сосуд, но этот светильник наш светит, ставят его на безбидное место, чтобы светило всему дому. Правда же? Мы являемся с вами светильниками. Иисус Христос сказал, вы свет виру. Так светите так, чтобы люди видели ваш свет. Аминь? Аминь. Аллилуйя. Уже получше. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Еще лучше. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. И хочу сказать последнее местописание. Я уже читал немножко. Откровение 19 глава 7 по 9 стих. Возрадуемся и возвеселимся. Воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть, праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца. И сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Аминь. Аллилуйя. Это истинные слова Божьи. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы помолились и сделали исповедание. Давайте, дорогие, встанем. И мы сделаем с вами провозглашение как невеста Иисуса Христа. Отец Бог, Отец Бог, Я благодарю Тебя, что Я являюсь невестой Иисуса. Я благодарю Тебя, Бог, что Ты избрал меня отдать за Своего Сына в мужья. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты возлюбил меня. Ты питаешь меня, греешь меня, заботишься обо мне. Ты так возлюбил Свою невесту, что отдал свою жизнь за Свою невесту, чтобы мы были святы, чисты и непорочны. Драгоценный Святой Дух, спасибо Тебе, что каждый день Ты открываешь для нас Иисуса. Ты открываешь для нас, кто мы в Нем. Что мы в Нем имеем. какое наследие, какое богатство, какую власть, какую силу. Мы благодарим Тебя, что мы готовим себя и распространяем благоухание везде, где и возможность. И это благоухание для одних является жизнью, для других смертью. И мы, как церковь, верим, что жизнь мы распространяем для погибающих, чтобы они были живы. А смерть для греха, для зла, для несправедливости. я горжусь тем, что я невеста Иисуса Христа. Его церковь святая, чистая, непорочная. Аминь. Аплодисменты Богу. Аплодисменты Богу. Продолжение следует...